Популярный в Саратове торговый комплекс на проспекте Кирова может рухнуть в любой момент. А вместе с ним и несколько стоящих по соседству памятников архитектуры. Кто за это ответит и почему в центре города возвышается незаконно возведенная постройка, выясняла наша съемочная группа. Первые трещины на несущей стене и обвал штукатурки семья Митинах обнаружила еще в 2010 году. Спустя пять лет ситуация в жилом доме по улице проспект Кирова 25 только ухудшилась. Сейчас почти все стены квартиры поражены паутиной из трещин. Вдобавок в помещение не попадает солнечный свет. Оксана показывает на семиэтажный дом напротив и уверяет, после его строительства в их жилище и начались проблемы. У нас совершенно вид из окна был другой. У нас было солнце, проветриваемость дворика была. То есть вот этой стены, которая выросла на семь этажей и не видна ей конца и края, ее не было, конечно. А сейчас у нас темно, как я уже говорила, инсуляция сведена к нулю. То есть у нас полумрак постоянный, сырость, влажность. У нас этот снег лежит до мая месяца не тает. То есть вот такая ситуация. Мы как в колодце живем, на дне колодца. Спасти свой дом от обрушения семья Митинах пытается уже на протяжении пяти лет. Женщина подала в суд на собственника постройки и выиграла его. Решением служителей Фемиды в 2011 году здание и многоуровневая парковка около него признаны незаконно возведенными и подлежащими сносу, который, к слову, так и не был осуществлен. По словам юриста семьи Митинах, владелец этого незаконного здания Виктор Боходский, производить демонтаж постройки отказывается. В этой ситуации решить проблему сноса могут представители службы судебных приставов. В решении суда указано, что если обязанное лицо не снесет в установленный срок самовольно возведенное строение, снос может быть осуществлен за счет, соответственно, обязанного лица. Это же самое предусматривает и закон. И тем не менее, несмотря на требования закона, судебный пристав нам сейчас говорит о том, что в бюджете нет денег и поэтому снос невозможен. Может привести к трагическим последствиям и, возможно, даже к обрушению дома, говорят общественники. Именно они, после многочисленных обращений к ним жителей, также стали бить во все колокола. Ведь с каждым годом крен жилого дома на проспекте Кирова увеличивается. А раскрытие трещин в домах уже составило порядка 7 сантиметров. Ну, я считаю, это ЧП. Реально ЧП. И это в юридическом смысле. Это факт, как выяснилось, поскольку стоит, если здание коммерческое, где посещаемость, наверное, не одна сотня человек в день, стоит незаконно, построена с несоблюдением требований, строительных норм и правил, это ЧП. В какой момент это здание рухнет и когда это может произойти в любую секунду, я считаю, это, конечно, со стороны тех лиц, которые подобного рода здания выстраивают в центре города, это преступники. Поскольку, неужели, вот на секунду надо представить, что это здание сейчас вот оно рухнуло. И совершенно будет иная реакция, совершенно будет, я полагаю, иное отношение к этому всему. Почему для этого необходимо? Для того, чтобы последовала эта реакция, необходимо обязательно, чтобы это здание рухнуло и погибли люди. Возмущенные общественники уже написали несколько официальных обращений как прокурору области, так и главному судебному приставу региона. В своих заявлениях они просят принять меры и привлечь к ответственности лиц, виновных в неисполнении решения суда.